МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире национального телевидения Чувашии программа «Спортивные надежды». Тема сегодняшнего выпуска – тхаквандо, олимпийский вид спорта, который в Чувашии был впервые аккредитован лишь в мае 2013 года. Однако за три года активной работы руководства Республиканского союза тхаквандо добилось весомых результатов. О них мы сегодня и расскажем. Зарегистрировать вид спорта – дело небыстрое, хлопотное, да и впоследствии надо отвечать за результаты. Однако истинные любители тхаквандо знали, за что берутся. В течение пяти лет они поэтапно двигались к желанной цели. Аккредитация позволила вывести тхаквандо в Чувашии на новый уровень. «Мы теперь официально представляем этот вид спорта, занимаемся развитием олимпийского вида спорта тхаквандо в Чувашской Республике. Мы сами с тренерами занимались тхаквандо с 90-х годов, когда это все зарождалось в России». Тхаквандо базируется в столичной детско-юношеской спортивной школе «Энергия». В составе нынешних групп – дети 2009-х годов рождения и старше. Конечно, пока на их счету еще не так много соревнований. Однако этого достаточно для того, чтобы сказать – будущее у тхаквандо в Чувашии есть. В этом году республике впервые доверили провести первенство Приволжского федерального округа среди юношей и девушек. Молодым хозяевам соревнований удалось завоевать две медали, одна из них высшего достоинства. Ее завоевал Дмитрий Надеждин в весовой категории до 53 килограммов. Эта победа дает спортсмену право выступить на первенстве России. Лучшей мотивации для юных тхаквандистов трудно представить. Остальные пока показывают свои возможности в различных открытых первенствах и турнирах городов России. Но планы у ребят амбициозные. Я захотел сам пойти на эту тренировку. И папа тоже захотел, чтобы я пошел на тхаквандо. Мне нравится тренироваться. Я езжу в соревнованиях в другие города – Казань, Кирилев. Я планирую хотя бы победить ПФО в следующем году. Если выиграю ПФО, то можно отправляться на Россию. Я уверен в своих силах. Я недавно ездил в Казань и занял первое место. Занимаются молодые тхаквандисты в основном в общеобразовательных школах Чебоксары и Новочебоксарска. Сейчас юных воспитанников более 170 человек. Задача тренеров – пополнить ряды спортсменов. В планах союза тхаквандо открыть отделение в районах республики и обучив новых молодых тренеров привлечь в этот вид спорта детей, живущих в сельской местности. Знакомство ребят из районов с необычным видом спорта началось благодаря региональному конкурсу по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Республиканский союз тхаквандо выиграл грант, на средства которого были приобретены специальные покрытия для занятий – додянги. Подготовившись, юные спортсмены и их тренеры отправились в путешествие по Чувашии с проектом тхаквандо «Вместе путь к здоровью» со своими мастер-классами. Да, я довольна, что меня выбрали показывать мастер-класс, потому что мы обучаем других детей тоже боевому искусству тхаквандо. Мастер-класс вместе с Михаилом Матюковым проводил и его брат Дмитрий. Они – соперники лишь на додянге. На их счету уже не одни соревнования, в которых они завоевали медали разного достоинства. Мама захотела меня привезти в тхаквандо, потому что в садике однажды меня побили. Мне понравилось, что можно обороняться, можно защитить кого-нибудь. Тхаквандо – это не для атаки спорта, это для самообороны. Вместе с представителями союза тхаквандо Чуваши и мальчики показали, какие навыки можно приобрести в этом виде спорта и насколько легко осваиваются удивительные приемы. Раньше я про тхаквандо не слышала, но сегодня приехали из Чугацар, показали мне мастер-класс. И под руководством тренера мне удалось развить дощечку. Я от себя такого не ожидала. Помимо ребят, в группах есть и девушки. Поначалу, как призналась Алиса, заниматься среди мальчишек было сложно, но это дело привычки. Сейчас девочка выезжает на соревнования и занимает призовые места. Причем амбиции у скромной Алисы не меньше, чем у мальчишек. Мне очень понравился тот день, когда я первый раз поехала на соревнования. Сейчас я планирую снова поехать в Казань. Я хочу продолжить заниматься тхаквандо и попасть в сборную. Все молодые воспитанники безоговорочно подтверждают, что их любимый вид спорта очень полезен. Подтверждают это и родители. У нас он активный ребенок, и ребята, надо было направить его активность, так скажем. Подошли к тренеру, увидели, как тренер занимается, и тренировки были достаточно долгие для определенных других, например, видов спорта. Мы первый раз пришли, но понравился тренер, его подход к детям. То есть, тем более, особенно к маленьким. Мне важно было, чтобы был какой-то особенный подход. Вот, и до сих пор занимаемся. Почему мы начали этим спортом заниматься? Так как у нас тхаквандо ходит олимпийский вид спорта. Мы как бы хотим и надеемся, что наши дети и наша девочка тоже начали заниматься олимпийскими нашими спорезерами. Мы как бы верим в них. Тхаквандо – динамичный, безопасный и доступный вид спорта. Экипировка обеспечивает спортсменам высокую безопасность и минимальную травматичность. О доступности и говорить нечего. Занятия для детей проводятся абсолютно бесплатно. Поэтому возможность хотя бы попробовать посетить пару занятий есть у каждого. А там, может, что и срастется. У нас появилась улучшилась материальная база. Мы можем привлечь детей из многодетных, малобеспеченных и неблагополучных семей. Мы привлекаем в этот зал, чтобы они занимались спортом, были здоровыми, стильными, умными. Ну и выросли в дальнейшем, может быть, настоящими спортсменами, чемпионами под хаквандо. Конечно, те, кто полюбил спорт с детства, не бросают занятия и в старшем возрасте. Стали уже традицией различные республиканские фестивали студенческого спорта. В этом году он объединил более 300 студентов семи вузов Чувашии. Команду представляли свои учебные заведения в восьми видах спорта. Это легкая атлетика, настольный теннис, гиревой спорт, армрестлинг, бадминтон, плавание, фитнес-аэробика и вольная борьба. Это очень ответственные старты, ведь общий результат зависит от выступления каждого участника. Чувствую большую ответственность, потому что нельзя подвести свой университет, потому что сказали, дали установку и занять первое место везде, во всех местах. Я чувствую свою ответственность за этот университет и хочу, чтобы победил этот университет, именно ЧГУ. Среди участников студентов есть как профессиональные спортсмены, так и любители физической культуры и здорового образа жизни. Да, сегодня проходит на уровне России, мира, универсиады, там более другая значимость. А все-таки для регионов, где находится высшее учебное заведение, не всегда отводится должное внимание именно по объединению различных раздружненных студенческих спортивных движений. Поэтому фестиваль сегодняшний говорит о многом. Надеемся, что эта традиция, она и впредь будет проводиться на уровне республики. И все ведущие вузы, студенты высшего учебного заведения, будут принимать участие на предстоящих наших спортивных событиях. Уже в октябре нового учебного года лидеры республиканского фестиваля студенческого спорта, команда Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова, отправятся представлять Чувашию на всероссийском этапе. Желание, упорство и вера в свои силы – вот те качества, которые помогают спортсменам и просто сторонникам активного и здорового образа жизни достигать высоких результатов. Спортивные сооружения города и республики всегда рады новым посетителям. А вдруг они станут спортивными надеждами республики? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин